Вот такая вот стружка остается после того, как вы потащили карандаш. Что же с этой стружкой делать? Нашли применение и дали вторую жизнь вот эти вот малыши, сделав из, казалось бы, мусора прекрасную поделку. Любой предмет может вдохновить на творчество. Малыши из 386 сада в этом не сомневаются. Найти новую идею и воплотить ее в жизнь им помогают воспитатели, которым удается привлекать ребят к кропотливым занятиям в игровой форме. Мы сделали очень много поделок из пластилина, из стружек, из бумаги, а еще иногда мы делаем из ленточек. Мы с бабулей скручивали ленточки, а лепесточки мы брали зеленые ленточки и выжигали лепесточки по коробке, а потом мы с мамой приклеивали. Это я к празднику делал, чтобы воспитателям подарить. Фотографии поделок и рисунков. В общей сложности более ста работ. Руководство сада отправило на конкурс всероссийского рейтинга образовательных учреждений. Он проходил в Санкт-Петербурге. Конкуренция была серьезная. В конкурсе приняли участие более трех тысяч учебных заведений со всей страны. Но Самарский сад не только не потерялся среди них, но и оказался в числе лучших и был награжден благодарственным письмом и медалью. Впереди у ребят новый конкурс местного масштаба. Но оттого не менее волнующий. Ко дню победы дети готовят рисунки в подарок ветеранам.